Идем на базу подводоходов на завод его ремонта. Мы с вами вошли в первый транспортный зал. Строительство этого комплекса началось в декабре 1953 года силами специального военного горно-строительного отряда, которому в 1955 году подключаются гражданские строители, а именно метростроители, которые сюда приезжают с Москвы, Харькова, Кавказа, а также специалисты Солгодона и туннельчики из Ялл. Скальный грунт горы Таврус, внутри которой мы уже находимся, имеет девятую категорию устойчивости из 12 возможных. Это мраморовидный известняк, который не поддавался отбойному молотку. Поэтому при проходческих работах строители применили шуфо-взрывной метр. С помощью буров заболвились в колу, закладывали за участку, подрывались. Породу выбирали с помощью механизма, вузили его в огонь и вывозили на отвалы Балаклавского управления для того, чтобы сбрыть город в стройке. Но когда работа начала вести круглосу, начинала через смену по 6 часов, порода изымалась только больше. Только из канала было взято более 230 штуковых породов. Поэтому ее приходилось убить на башню и ночью возле Черное моря для скоплений. Образованные пропускные работные штольки армировали арматуры, установили деревянную опаловку и создавали бетон под давлением. Получилась же бетонная конструкция. Комплекс сдавали поэтапно. В 1959 году был сдан арсенал для хранения ядерного оружия. В 1961 году канал сухим доком, а в 1962 году миноторпедную часть и топливное хранилище. Вход который был вот по этому коридору, сейчас закрытому московой соседью. Тут нам пройти не сможем, там пока еще аллорийная обстановка. Я хочу ваших внимания обратить на эти фотографии, которые показывают, как изменялась Балаклава во второй половине 20-го века. Дальний снимок сделан в 1944 году. После освобождения города от немецкого фашистских оккупантов. Как вы видите, бухта еще практически густа и больше похожа на рыбацкий поселок, как у него всегда и была Балаклава. А на этих снимках Балаклава уже в 70-е и 80-е годы. Как вы видите, это уже совсем другая Балаклава. Это база подвожных лодок. Здесь подвожные лодки разных проектов и конструкций. Вход в наше подземное сооружение. Корабли-паратураны, ремонтный завод «Металист», тропедистучение и снабжение, плавающие лодки для ремонта народных кораблей и подводных ходов. Военный институт для разработки новейших спидов в Москве в Балаклаве. По окружающей стартовой комплексе для испытания запуска кралатых и баллистических ракет, в том числе с подводным стартом. Под Балаклавой на месе фиолет был ремонт полигон, где пробировалась новейшая Москве в Балаклаве. Все это в целом стало причиной того, что в 1957 году Балаклаву засекречивают. Настолько, что перестают наносить ее на новые георгические карты Советского Союза. Она теряет статус города, становится районом Севастополя, как он остается до сих пор. А упоминает название Балаклава, в советской прессе на долгие годы стало просто запрещено. Чтобы попасть в Балаклаву, нужно было иметь специальный пропуск. Даже жители самой Балаклавы не могли попасть на эту западную струну бухты, не имея специального пропуска, который выдавали военные. Это продолжалось в 1995 году, когда здесь уже не хранили ядерное оружие, а под одной лодки покинули Балаклаву. Только тогда ее рассекрели. А мы с вами находимся перед входом транспорции и переговорами. Все транспорции и переговоры подземных комплексов называются Патерлами. Длина данной Патерта 296 метров, и она ведет в СССР к ремонтному заводу металлистов по ремонту подводных лодок. Прикрывает вход в Патерту система ворот. Перед вами противоударные ворота, которые должны близко от защиты от ударной волны, возникающей при ядерном взрыве. Эти ворота выдерживают давление в 60 атмосфер. Это давление 60 кг на сантиметр квадратный. Они выполнены с толстом металла, стоят 4 метра, толщина 100 сантиметров. Внутри ворота за этой бетоном марки 500. Вес каждой стволки по 10 тонн. Закрывались случаи специального гидравлического привода, на другую смотрят их ручной. Дальше по-поперлимой вы можете видеть второй эшелон таких прокурсантных ворот. На тот случай, если не выдержит верхнюю. А еще чуть дальше в район. Там находились герметичные газоводы, непроницаемые двери, туши для герметизации и защиты от зараженного волна. Но в этой части комплекса они не сохранились, поскольку какая-то часть комплекса была в свое время брошена. Это скрапливая. В этом лесу больше похожих есть. Но такие герметичные ворота все равно увидите в оценаре, который сохранился значительно лучше. В сторону. Фокус вообще никакой. Фокус вообще никакой. Мы сами перешли во второй транспортный зал. В этом плане выход из минно-торпедной части. В этой части комплекса служили только военные. И было около 100-20 человек, которые проверяли и готовили торпеды к эксплуатации. Проверили систему наведения, электроснабжения, выполнение предметных компаний для торпедов. А также провели закрыты на их герметичность. Для чего использовали специальные бассейны с обженкой с лицом. Опуская торпед в бассейн считали, как у людей воздух. Теперь было не более 8, так это признавали герметичный. Годные к эксплуатации, имущественно, негрешки и вручную. Парень северпутян доставляли в этот зал. Здесь был находился поворотный круг, который позволял изменить направление движения. Видео он здесь не сохранился. Но тут руки тоже увидели в оценаре. Затем торпеду в бассейн подверги вывозили на причалы для покупки на борта под бассейн. Но это только в мирное время, когда попутки лодки возились прямо в руку. Для военного же времени, когда лодки были укрыты в канаде, будут присмотрены запасной транспортной коридорки и малая потеряна. Такого соединяло минно-торпедный чай и канал. По ней также можно было заставить торпеды к их каналу для пропустки на борта под бассейн. В начале в этом зале представлены образцы мино-торпедного вооружения. Это малогабаритная торпеда, также входившая в противодесантную систему водопад. Реактивные глубинные бомбы, противодесантные мины, малая якорная мина, авиационная донная мина, глубинные бомбы, средние корабльные мины. И там находится молодящий сертификат КДС-60. Красно-белая красная стилика, это то, что они учебные. Мы сейчас проходим дальше, по первой сторону сухого стола. Проходим дальше. О, мина. Интересно, да? Вообще да. Впечатляет сражение. Я снимаю видео, вы все это фоткаете. Блин, ну баланс белого вообще-то жжет. Там зеленое, тут все розовое. Нет, у меня все на автомате стоит. У меня тоже автомат. Сейчас только раздуплилось, уже белое. И пока что у меня нет проблем. У меня тут, поскольку плохо все освещено, то проблемы с фокусом еще возникают. А у меня нет. Ого. Ого. Поможешь ты еще раз пройти? А ты напоролк потом на автомат. О, остановка. О, остановка. Мы с вами прошли по части ПТРВ, которая ведет в спеццерку судоремонтного завода «Металист» по ремонту подводных лондов. Вы должны были заметить, что здесь уже нет рельсовых путей. Из них никогда и не было, поскольку все грузы доставлялись в спеццерку на электрокарах, которые двигались по этому коридору. А вдоль стен по дорожкам, отмеченным белыми линиями, должны были передвигаться рабочие спеццерки. Все транспортные и пешеходные коридоры этого комплекса и даже сам канал имеют дуговую форму с радиусом закругления в 30 градусов. Это сделано для того, чтобы полностью погасить ударную волну, если она пройдет через противоударные ворота. Ударная волна, многократно отразившись от стен, должна была погасить сама себя. Проект этого сооружения был разработан в конце 40-х годов Ленинградским государственным проектным институтом «Гранит». Документы на постройку подписывали еще Сталин и Берия, но строить начали уже после их смерти. Проектная стоимость этого сооружения была в районе 100 миллионов рублей. Сколько на самом деле было подошено денег, мы не знаем и по сей день. После постройки вся документация была засекречена, где находится сейчас мы также не знаем. Но знаем о том, что толщина стен и сводов в паттернах колеблется от 1 до 3 метров, а в канале доходит до 5 метров. Толщина скального грунта над вашими головами достигает 126 метров, а под вашими ногами технический этаж. Там проходят трубопроводы, которые идут от топливного хранилища в канал, по которым можно было дозаправить подводные лодки горючими смазочными материалами, а также пополнить запасы пресной воды. А мы с вами идем на преддопровую площадку. Проходим. Ух ты! Йоконный бабой! Сухой док! Мы с вами вышли на преддоковую площадку. Перед вами сухой док для ремонта подводных лодок. Сейчас он заполнен водой. Это железобетонный бассейн. Его длина 102 метра, ширина 10 метров, а глубина, как и у канала, 8 метров. Он сгорожен от основного канала в торце водонепронициаемым заслоном или малым водопортом. Он вам виден в конце сухого дока. Когда подводную лодку заводили в док на ремонт, водопорт убирали. Лодку на швартовых концах заводили в наполненный водой док. Водопор закрывали. Затем за 3-4 часа с помощью мощных насосов воду из дока откачивали в канал. И лодка постепенно опускалась на специальные подпорки кельблот. Вот с чего рабочим обеспечиваться в уже осушенный док. Корпус лодки чистился, общался деревянными лесами и начинался ремонт, который в среднем длился от 3 до 4 недель. Таким образом, за год этот объект мог обслужить от 12 до 15 подводных лодок. Здесь ремонтировали малые и средние дизель-электрические торпедные подводные лодки. Большие дизельные лодки здесь не ремонтировали. Они не проходили в канал по габаритам. Атомных подводных лодок на Черном море никогда не было. Их здесь нет. Не нужно путать атомные подводные лодки с дизельными, которые здесь были, но были вооружены ядерным оружием. После того, как ремонт лодки заканчивался, леса убирали, а док заполняли водой из канала. Открыл специальное отверстие кингстоны. Лодка всплывала, и ее корму и вперед вводили обратно в бухту через понтонный мост. Таким образом, в этом объекте всегда было только по одной подводной лодке, что находилось в ремонте в этом доме. А перед вами макет советской средней дизель-электрической торпедной подводной лодки 613-го проекта. Это был первый послевоенный крупный проект подводных лодок в Советском Союзе. Многое при их проектировании было взято с немецкой трофейной подводной лодки У-250. Длина дорогой лодки 76 метров, ширина 6,6 метров, фасадка 4,6 метров. Глубина погружения до 200 метров, вооружение 4 носовые, 2 кормовых тропедных аппарата с тропедами и 6 тропед было запасных. Подводная скорость 15 узлов, экипаж 52 человека, автономность 30 суток. Этот проект стал самым массовым проектом однотипных подводных лодок, не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Всего по всем флотам было спущено на воду 215 единиц таких подводных лодок. Такие лодки были частыми гостями в этом сухом лодке. А на этой площадке размещалась стоянка электрокарт, которые подводили грузы к спеццепу судоремонтного завода «Металли». Здесь размещался расточный станок для расточки сальников гребного вала подводных лодок. Ход в спеццепу ремонтного завода находился возле теми серыми воротами в конце калибурга, за которыми начинается производственная площадь. Мы с вами вошли в комплекс здесь, в начале канала под Кадельцом. Мы прошли в подавательскую подсеркну, вышли на предбоковую площадку, где они находятся. А вот начало спеццепы с флотового завода и в доле канала, в основном его половине, и размещались производственные площади, где размещались станки, механизмы и оборудование по ремонту подводных лодок. На площади более 3000 метров квадратных. Это пятая часть всего комплекса. Там же находилась вся необходимая инфраструктура для того, чтобы этот объект мог существовать автономно от внешнего мира в случае ядер гонора по Балаклане. Общее количество рабочих этого спеццепа достигало 300 человек. Только двое из них были военные. Начальник цепа и его замглавный учитель. Их кабинеты находились на втором этаже над спеццепом. Там же был развернут запасной командный бунт 14 дивизий подводных лодок, которая базировалась на Балаклаве и Севастополь. В случае ядерного удара по Балаклаве подводной лодки провалился в Канаде на всем его протяжении. На протяжении его длина 608 метров. Здесь можно было укрыть 9 малых или 7 средних подводных лодок вместе с экипажем. А на русских площадях можно было разместить до 1000 человек местного населения Балаклава. Автономность этого объекта в случае ядерного удара составила бы 30 суток. На это время было рассчитано запасы продовольствия, воды, топлива для работы дизель-генераторов, а также работа с фильтрацией и очистки воздуха. После этого срока гражданской осеннилой нужно было бы в городской части эвакуировать безопасные районы, а подводные лодки, сохраненные в этом объекте, полностью оснащенные, используя второй выход, могли выйти в открытый черный море для того, чтобы нанести ответный удар по врагу. Так они могли использовать это сооружение в случае, если бы холодная война переросла в горячую. Как вы знаете, этого наше счастье с вами вообще не случилось, хотя мир был несколько раз на грани развязания такой новой, третьей мировой войны с использованием ядерного удара. К чему, как вы видите, усиленно готовились, не жалея при этом ни сил и ни средств. Но даже без такой войны этот объект прожил только 30 лет. В 1991 году здесь была демонтирована последняя подводная лодка. Дело здесь не только в отвале Советского Союза. На начало 90-х годов тем лодкам, под которые этот объект проектировали, было уже более 30 лет. Их, конечно, списывали, заменяя новыми подводными лодками. Но новые подводные лодки не проходили в канал по своим габаритам. Это уже были крупные лодки, как правило, океанских проектов, чтобы нести новейшее ракетное оборудование. Конечно, развал Советского Союза в нём свою веку в другую другую объект. При разделе плота большую часть подводных лодок, которые возили из Балаклавы, получает Российская Федерация. И она или же списывает их, или же переводит другие военно-морские базы. Балаклава пусть и вид у подводных лодок. Украине досталась одна подводная лодка, но и она по своим габаритам в канал не проходит. Это Большая океанская лодка, 6-го, 1-го проекта. Поэтому на начале 90-х годов этот объект был никому не нужен. Ни России, ни тем более Украине. Военные от него отказываются, его передают на баланс города, но и в городе я знал, что с ним ели. Какое-то время его ещё охраняют, но потом из-за нехватки средств снимают и охрану. Несколько резко было как доступ к любому желающему. Что привело к тому, что его попросту разграбили. Только в 2000 году он был передан на баланс ВМС Украины, а с 2003 года здесь был создан наш музей. Мы сейчас с вами перейдём через канал, пройдём в дальнюю, пройдём ещё одну патерну, что у нас там идёт к самому секретному участку этого комплекса, объекта 720, или арсенал. Там не служили только военные, и не обслуживали ядерное оружие. Проходим за мной, смотрим входы на меня, скажем... Сейчас, интерфейс записал? Я пишу видео, но... Спасибо. Правда, звук, наверное, будет шумным, потому что у меня сейчас стоит сцебизация изображения. Блин, насколько тут всё-таки интересно, да? Я боюсь, только что видео будет очень тёмное. Я думаю, что всё, что угодно. Так, двигаемся по каналу. Самый-самый северный объект. Создаем видео. тут очень темно для меня очень довольно длинно метров 5 надо будет в длину и без головки а тут у них ера ремонта смотрю тут у них ера ремонт знаешь не хватает только всяких этих киосков со всяким там ставом о еще один дверец и глянь вообще здорово как мы с вами перешли через канал и попали в арсенальную пателлу это у нас перейдет к арсеналу но так мы не не попадем в него не заходить это был не вход в арсенал а выиграть в сторону канала на случай военных по этой пателли доставляли бы ядерные боеголовки и здесь в расширенной части этой пателли их стыковали бы с несущими частями торпеда за что подвести к каналу и погрузить на борта подробно просто но это только военное время потому только готовились в мирное время эту пателлу использовали только для тренировок личного состава арсенала мы находим с вами свой камень основные паттерны строй делала автономным арсенал от объекта 725 гтс здесь можно увидеть два типа дверей или ворот мы прошли противоударные ворота которые схожи с теми что мы с вами видели в начале экскурсии только в том что здесь высота из 3 метра толщина 60 сантиметров здесь был другой привод он был электрический электромоторный здесь также можете увидеть сократившийся маховик ручного привода открытия и закрытия левый створки за этим воротами 2 элементы а перед вами герметичные газовода непроницаемые двери срочные для герметизации защита от зараженного воздуха их вес около двух тонн они выполнены из листовой стали по периметру переедет мощная резиновая прокладка для герметичности а для удобства прохода личного состава чтобы каждый раз всю дверь не открывать была оборудована дверью по типу корабельной также газовода непроницаемые все двери в арсенальную патерну как здесь на территорию канала так и на главном входе со стороны двора всегда были закрыты это диктовалось не только режимом секретности этого объекта но и необходимостью поддержания микрохлимата в самом арсенале где хранили ядерные боевые логи где поддерживаются стабильность электричества воздуха и его влажности за чем сидели с помощью приборов которые называли показания на пункт управления а поддерживать это мощной системой вентиляции воздуха мы сейчас пойдем дальше в сам арсенал мы пойдем вдоль экспозиции которая готовится пока что к открытию она будет посвящена надзорным кораблям военном флота советского союза но возле нее не задерживаемся а идем прямо в арсенал пожалуйста проходим аккуратно в одном из нас в том числе Почетить? Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, они фосфорные, не картишь? Да, фосфорные. Видал? Они светятся. Секунду, сейчас я это делаю даже... Собственно, вот они. Так, входим в красный зал. Продолжение следует... И даже здесь можете видеть систему рельсовых путей, по которым культуре снавок передвигали транспортную тележку, на которой перевозили конфейнеры с ядеркой боеголовки. А мы идем с вами в самый снавок. Смотрите. Есть подозрение, что... Прикольно. Вообще классно. Пробежался. Есть подозрение, что это самое. Что на параллодках, помимо синего боевого освещения, еще было ультрафиолетовое. И вот эти приборы, они сияли просто. Смотрите. Выдав. Выдав. Смотрите. Смотрите. На фоне этого. Ну, ты смазывал, почему здесь темнора? Понятно. Ой, а у меня видео идет. Ну, а потом еще плеч не влезаю, попробую это все. Ну, с фокусом я ничего не сделаю, но цвет может быть получится вытянуть. Надо к ней же постернуться, смотри. О, здесь 5 рельсов есть. 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 и и и а и и и и Теперь идем уже в зал на пункт. Все, нитная получается. Возвращение. Возвращение. Продолжение следует... 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 всем необходимы но боевые времена не наступили наступили совсем другие времена которые привели к тому что теперь здесь в музее ну что это не самый лучший сценарий истории мы с вами проходим дальше здесь вентиляции воздуха с клапанами автоматически, которые автоматически закрывали в случае, если окружающая цитата была загрязнена. Она в рабочем состоянии, но слишком энергозатратно, что мы будем использовать. По назначению, находимся в более дешевые лица. Там, где вы можете видеть геометричные газовые нехвенциальные двери. Вы такие сами уже видели. На выходе есть подтвержденные в сторону канала. Также здесь, дальше, по которому противоударные ворота, также уже видим знамя их назначения. Напомню только, что все двери, все ворота в арсенале патенту всегда были закрыты. Открывались только в случае, если ягод на боевке завозили в арсенал, или же вывозили из арсенала. Закрытие, открытие одной сборки могу вам продемонстрировать, как это мне не было. А куда? Ну, разу, что мы откроем, будем. А вручную? Здесь, можно вручную, только это будет чуть дороже. То есть, поняли, да, что все двери были закрыты. Вот, как раз, каждый военнослужащик попадали на службу и уходили с нее. Для этого был сооружен специальный дубской ходок. Он начинался за закрытой створкой правой, а выходил здесь, в связовой камере. И уже через маленькую дверь типа корабельной военнослужащие проходили в арсенал. Этот коридор, как и все коридоры, имеет дуговую форму с радиусом закрытых 30 градусов. И он снабжен двумя электроконтактными дверьми. Вторые нельзя было открыть, если сначала со собой не закрыть первые дни. То есть своеобразная пустотовая камера. Кто из вас захочет пройти по этому коридорчику, как это смеется, будет. Кто не захочет, тот пройдет дальше по коридору, там он в 7-6. И уже выйдете во двор арсенала, где у нас представлены образцы техники и вооружения черноморского флота и тут достаточно просто есть. Здесь в деревостворке у нас сувенирный ларек, здесь можете ознакомиться, посмотреть сувенирные продукты. Я просто хотел с вами здесь попрощаться, поблагодарить вас за внимание, сказать вам о том, что наш музей еще довольно-таки молодой. Мы каждый год открываем новые экспозиции и новые маршруты. На следующий год у нас уже запланировано несколько экспозиций, в том числе в заводской части, где ездили, трянуться там в 3000 метрах квадратных. Существует освещено холодной войне. Идут переговоры, постановки нам и настоящей подводной лодки. Там, конечно, еще проблема в том, что ее нужно поднять, похоронить экипаж. Это лодка времен Второй мировой войны, малютка. Но такие действия уже как бы начали. Хотя бы есть какие-то сдвиги. Поэтому ни к чему мы слово прощайте, слово нехорошее, мы говорим вам до свидания. До свидания, спасибо вам за внимание, всего вам хорошего. Спасибо. Пожалуйста. Итак, кто хочет, подъехать сюда, кто не хочет, идем по Харькову. Сейчас туда все пойдут. Можно оброшить? Когда в сухой хундуке были, там вот в стенах сделаны такие ниши. Ниши сделаны по проекту для того, чтобы в случае угрозы захвата этого сухого врага, заложить туда взрывчат, подорвать этот канал должен быть обрушен. Я понял. А второй вопрос. Там стояла машина телеграф, и у нее шкалы были с восфором, так говоря, да? С фосфором шкалы было сделано. То есть на лодках было... Это не лодочный. Не лодочный? Это корабельный. Корабельный. На лодке нет смысла его так делать. Все равно так получается, что предусмотрено ультрафиолетовое свечение какое-то, да? Ну да. Ясно. А вот там другие такие толстые проложные, это вот вентиляция, да? Вентиляция, конечно. Там же вели сварочные работы. Во-первых, нужно было это вентилировать. А во-вторых, когда комплекс уже, или объект работал бы в автономном режиме, вот, так сказать, вентиляция, то есть притяжная и вытяжная вентиляция. Через специальную систему фильтров, грубой и тонкой очистки, воздух загрязненный бы очищался. И те, кто находился в комплексе, в облаке, могли дышать нормальным воздухом. Ну и долго всего 30 дней. Ясно. А вот сейчас мы находимся, вот здесь воздух, естественно, путем поступает? Конечно, естественно. Ну, конечно, система работает, но она настолько энергозатратна, что мы просто летим в трубу, естественно. А вот когда-то сам закрывался объект, да, вот Матерал, здесь вот служили, да? То есть сам воздух, воздух, это у нас по трубам, да? Да, его тут, как-то, периодически его включали, выключали, здесь была система, то есть был ответственный, кто следил за температурой воздуха. По правилам, как военные говорят, его необходимо здесь было только остужать. То есть прогревать, всегда температура более-менее нормальная, но бывало просто жарче, чем необходимо было. Поэтому его остужали, с помощью холодильного установки. Спасибо. Спасибо. Так, заходим в шлюз. Очень интересно, кстати. Да, я доволен, что пошли именно на экскурсию. Потому что так бы мы просто прошли бы, опа, а вот тебе дверь чрезвизовая. Ой, слушай. Катаря. А где первая была? Или я бы не заметил? Первая была. Да, наверное, ее снесли. Либо я, где первая. Пускай, спускай, спускай, спускай. Пускай, спускай. Вот, фоткают, фоткают, фоткают. Все? А вот вторая. А, вот оно как. А, да, вот вторая. Вторая. Такая система, что пока первая не будет закрыт, вторая не закроется. Я хочу себе рынду. Ого. Рынду. Нет, не хочу. Ну, нужно? А, ладно, не буду. Не надо. Сейчас не работает. Встань где-нибудь. В стороне. Мы с вами вышли на погрузочную площадку Арсенала. На этой площадке под эстакадой, обратите внимание, шиперное сооружение, проводилась сборка ядерной боеволоски с носителем. Подготовлены ядерные боеприпасы. По рейсовому пути, все перепутало, ребята вы меня сбили. Вдруг появились слюги, которых не было с самого начала. Значит, произносилась сборка ядерной боеголовки с носителем. Подготовлены ядерные боеприпасы, далее транспортировались уже на причал, где в это время швартовалась подводная лодка. В основном операции проводились в темное время суток. Арсенал особо тщательно охранялся. Каменный глухой забор, по всей длине которого на несколько метров была натянута маскировочная сеть, заканал миг на вход в арсенал по трех положенных сторонам. Вход завешивался на стену. Наверху на горе, надстройки это не было, по периметру горы шли ряды колючих провозок. Первые ряды предупредительные, а два последние. Один оснащался сигнальными минами, через другой проходил электрический ток. Так охранялся арсенал. Сегодня вы познакомились с гидротехническим сооружением, постройки середины прошлого века. Можно уже так говорить, время быстро идет. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего доброго. Вы поступаете. Спасибо. Группа останетесь. Я перед 8 июля. Все, фотография тоже может быть. Девочка, белая кепочка. Пускай группа идет. Это не наша группа.